Всем привет! Я историк моды Анатолий Вовк и сегодня мы с вами отправимся в уникальное путешествие по церемонии вручения Оскара. Посмотрим на украшения, посмотрим на платья. Очень интересно, хочу все рассказать, показать. Не забывайте, пожалуйста, про мои социальные сети. Подписывайтесь, либо Анатолий Вовк, прямо по-русски пишите, либо Историк МОД. Мне будет очень приятно, тем самым мы с вами сможем сеять прекрасное, доброе, вечное вместе. Давайте сразу же с вами поставим лайк и начнем вот с этого наряда. Эмили Блант, британская актриса и у нее платье скиапарелли. Как всегда, дизайнер бренда скиапарелли Дэниел Росбери превзошел самого себя. В этом наряде можно увидеть тромп-лёи, то есть обманку. Вот такое вот стилизованное нижнее белье, но не это главное. А главное, конечно же, это конструкция платья. Обратите внимание, нет, оно и невелико. Там специально были созданы такие вот бретельки, которые держат форму и которые как бы парят над ее плечами. Для этого я предлагаю вам посмотреть платье сбоку. И вот тут вы можете увидеть, что помимо того, что они подняли бретельки, эти лямки выше плеча, так они еще и обрамили кристаллами контур этой конструкции. Безумно красиво. На показе выглядело это вот таким вот образом. Кстати, согласитесь, что вообще брызги шампанского всегда хорошо смотрятся на платье. Я имею в виду не только эту спещренную пайеткой ткань, мелкой пайеткой, но еще и оттенок. Мне нравится здесь трен, этот хвост, одна из тенденций последних нескольких лет, когда появляется такой трен, как в придворном платье в Великобритании в 20-м столетии. Ну и, конечно, хочу показать вам, как платье выглядит сзади, потому что у Эмили Блант этой фотографии нет. Там на самом деле вот. Вот удивительно, но опять-таки хочу вам сказать, что это дань творчеству Эльзы Скиапарелли, потому что и она тоже неоднократно прибегала к таким вот приемам, когда акцент был сформирован как раз-таки сзади. И там были различные банты, могли быть какие-то хвосты, но в любом случае осталось посмотреть на эскиз. Эскиз снаряда выглядит вот так, очень адекватно. Нарисованы губы, серьги, ну и само платье. А то иногда бывает такой ужасный эскиз, где просто приклеивают фотографию актрисы или какой-то певицы, или известной личности. Ужасно. Давайте посмотрим, как создается такое платье. Вот вы видите, как нашивают пайетку, подбирают пайетку. Ну и модель, конечно же, приходит на примерки заранее, а не так, как бывает на некоторых неделях моды, когда модель уже приходит перед показом и надевает платье в первый раз. Нет, платье подгоняют специально для нее. Ну и в принципе, вы видите, это платье вот уже на показе сидит Сьюзи Менкес, самая первая главная специалист по прекрасным статьям и запискам о моде. Сегодня, может быть, уже не так, как раньше, а раньше это было ого-го, как все прислушивались к мнению Сьюзи Менкес, прекрасно говорящая по-французски и вводившая дружбу с Карлом Лагерфельдом, ну и запомнившаяся всем своим коком, таким вот закрученным назад. Я покажу вам обувь. Это Александр Бирман, точно такого же оттенка, в цвет брызг шампанского, в цвет платья. Посмотрим на украшения. Несколько украшений бренда Tiffany & Co. Итак, колье, высокое ювелирное искусство, предлагаю вам рассмотреть его здесь. Большое количество бриллиантов, бриллиантовые цепи, ну и, конечно же, также еще можно увидеть и серьги, которые она примеряет, и кольцо. Ну, слушайте, очень хорошо. Второе, кстати, колье тоже подоспело. Дополнительно предлагаю рассмотреть серьги, потому что остальные бриллианты вы уже увидели. Стоимость серег 2100 долларов. Должен вам сказать, что не все наряды попадут в этот обзор, потому что их было очень много. Грета Ли. И это платье Ле-Эве. Вообще, я решил раз и навсегда поставить точку в произношении этого бренда. Я написал своему другу, который был креативным директором этого бренда. И попросил его произнести этот бренд на испанском. Вообще правильно, вы сейчас услышите. Там Лу-Э-Вэ. Лу-Э-Вэ. Включу вам. Лу-Э-Вэ. Это коллекция 2024 года. Ну, не стоит удивляться. Они тоже шокируют, как и с Кяп. Мне нравится и сочетание, и на показе хорошо, и на ней хорошо. Удивительно, как иногда контрастная ткань может все поменять. Сразу же вспоминаю платье в Сен-Лорано, которое он рисовал для французского телевидения. Это черное платье с большим белым бантом, которое, кстати, было сфотографировано Авидоном на фоне слонов. Дувима, кстати, по-моему, его надевала. Я сейчас вам покажу эту фотографию. Сочетание черного и белого. Одно из самых, наверное, известных сочетаний. И всегда смотрится хорошо. Таких серег вы еще не видели. Это серьги Тиффани. Показываю вам эти серьги. Стоимость не могу назвать, зато покажу вам кольцо. За 23 с половиной тысячи долларов. Это кольцо с зеленым турмалином. Посмотрим на образ еще раз. И перейдем к Шарлиз Теронна. Итак, это кастомизированное платье Диор. И неудивительно, ведь столько лет она одевается в стенах этого модного дома. Помните знаменитую рекламу Шарлиз Терон Жадор? Причем там же было несколько таких рекламных компаний. Невероятно красивое платье с открытыми плечами. Очень сложно. Видите, они тут перекручивают ткань. Очень легкая, воздушная. Опять-таки хочу обратить ваше внимание на то, что это платье застегивается сбоку. Там есть специальная молния. И вот как раз-таки с левой стороны это заметно. Эскизы оставляют желать лучшего. Ни на Шарлиз Терон, ни на платье. В готовом варианте это не похоже, но неважно. Дизайнер делает схематический эскиз для того, чтобы потом те люди, которые работают в модном доме, смогли его транскрибировать, дешифровать, ну и в принципе понять. Покажу вам также, как платье накалывали на манекене. Вот так. Сложно, очень сложно, потому что нужно в первую очередь раскроить ткань, а потом уже из нее создавать. Колье Бушерон 122 тысячи евро. Колье в духе 20-х годов, в духе ар-деко, такое мозаичное. В колье 443 круглых бриллианта, 108 бриллиантов багетной огранки и 54 бриллианта огранки принцессы. Колье они дополнили серьгами за 92 тысячи 600 евро. Вы можете себе представить? Вот это, конечно, стоимость. В серьгах 256 круглых бриллиантов, 70 бриллиантов багетной огранки и 38 бриллиантов огранки принцессы. Ну и один из самых известных дизайнов колец бренда Бушерон. Это кольцо из белого золота с одним бриллиантом изумрудной огранки, 2 карата, в окружении 116 бриллиантов круглой огранки. В комментариях напишите, как вам такие украшения, понравились ли они вам и куда бы вы их надели. Марго Робби. Слушайте, ну, давайте скажем так. Марго Робби, вокруг которой вообще весь год крутился инфоповод киноиндустрии, могла бы прийти в чем-то более выразительным. Не обязательно в розовом. Но вспомните хотя бы мой обзор ее нарядов. Там было столько красивых платьев, столько красивых костюмов. Но вот этот образ Версачи мне действительно не нравится. Он классический и абсолютно не для Оскара. По крайней мере, не для нее. Это платье безупречное, абсолютно безупречное. Кровь Версачи. Столько архивных платьев у Версачи создано, что можно их раскроить и посмотреть, что создавал Джанни. И вообще больше ничего нового не придумывать. Нет, увы, не могу я отдать первенство этому платью. Но, однако, хочу вам показать, как это платье выглядело на показе. Давайте посмотрим на ее украшение. Это два очень необычных бренда. Браслет бренда Boisvin или по-русски Boisvin. В нем когда-то работала Сюзан Бельперон. Кстати, кольцо именно ее авторство. Авторство Сюзан Бельперон. И браслет, и кольцо было предоставлено Фредом Лейтоном. Это был уникальный человек, у которого в распоряжении находилась невероятная коллекция антикварных драгоценностей. Кольцо Бельперон стоимостью 72 тысячи пятьсот долларов. Райан Гослинг. Ну и костюм Гуччи. Сразу же видно по отделке. Гуччи всегда делают хорошие костюмы. Да, последние коллекции выглядят очень плохо. Женские коллекции. Но мужские-то коллекции. Простите, пожалуйста. Мужской крой и мужской костюм. Все на том же самом уровне. Очень даже хорошо. Ариана Гранде. Я вообще ее не признал. Она сменила цвет волос. Она как-то редуцировалась. Стала меньше. Ну и платье Джамбатиста Вали. Неудивительно, что она выбрала этот наряд. Потому что она неоднократно прибегает к услугам этого модного дома. Это коллекция 2023 года. Кутюрная коллекция. Платье Зефирки. Как есть. Однозначно. Я покажу вам это платье на показе и на ней. Очень хорошо, что они его изменили. Вы видите, они добавили низ. Трансформировали образ. И мне кажется, в этом и есть основная задача любого креатора. То есть на показе одно, а затем под свою собственную клиентку адаптировать наряды так, как нужно. Как, например, Жан-Пуль Гатье адаптировал наряды для шейхи Мозы. И это всегда было очень даже красиво. Ну давайте с вами посмотрим дальше на ее обувь. Это Джан Витта. Росси. Вот такие вот лодочки. Правда, другого цвета. 542 доллара. Не можем все показать, потому что очень сложно все это находить. В ограниченное количество времени. Все это вычленять. Все это систематизировать. Поэтому извините. Но покажу вам, между прочим, и колье. Колье Тиффани. Высокое ювелирное искусство. И вместе с этим предлагаю вам посмотреть на этот большой грушевидный марганит. 14 каратов составляет вес этого камня. И вокруг бриллианты. Маленькая ривьерка из 7 каратов бриллиантов. Кстати, что касается серег, то вот они. Тоже серьги из марганита. Все покажу по возможности. Я всегда за то, чтобы демонстрировать красивые вещи. Давайте с вами перейдем к Билли Айлиш. Образ Шанель. Хорошо? Нет. Плохо? Да. Ну, извините. Она, конечно же, очень сильно постарела. Повзрослела в этом образе Шанель. Но подождите, еще раз говорю, Билли Айлиш не тот человек, который бы надевал эти вещи, которые ей не нравятся. Значит, она чувствует себя в них комфортно. Угадывается ли эстетика Шанель? Конечно, угадывается. Угадывается ли Билли Айлиш? Увы, нет. Она потерялась за этим сочетанием ЧБ и, простите меня, клетчатой тканью. Ну, дальше Синтия Эрива, британская актриса и певица. Кастомизированное платье Луи Виттон. Как приручить дракона или путешествие ламинария, я бы назвал это платье. К счастью, это платье не было порвано и молния у него не разошлась. Красивое платье. Да, в кои-то веки мы увидели невероятно красивый наряд от бренда Луи Виттон. Ну и давайте посмотрим на ее серьги. А вот серьги необычные. Серьги бренда Ди Гризогону. Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, что это что-то новое даже для меня. Человек, который, казалось бы, на красно-ковровых дорожках видит все. Я уже не говорю про ее украшения, которые у нее на руках очень много. Как всегда, длинные ногти. Но серьги привлекли мое внимание. Еще раз посмотрим на образ в целом и перейдем к Джемили Кертис. Мне кажется, вот как нужно одеваться, когда вы чувствуете себя в потрясающей форме и при этом не хотите собрать лишние взгляды по поводу оголенных частей тела. Очень красиво. Ну, невероятно, мне кажется, один из самых красивых черных нарядов. Кэрри Маллиган. Британская актриса. Это платье Баленсиага. Кто говорит, что Демена Гвасалия не умеет создавать красивые наряды? Умеет. Но, однако, должен вам сказать, что этот наряд был вдохновлен коллекцией 1951 года. Платье на ней сидит идеально. А вот и сам наряд середины 20 века в двух разных фотографиях. Давайте сопоставим эти фотографии и посмотрим, изменился ли силуэт. Да не особо. Чуть-чуть изменилась ткань внизу, ткань контрастного молочного оттенка и поменялись перчатки. Мне кажется, это очень красиво. Иса Рейе. Платье Ами Парри. Кастомизированный образ. Ну да, мощное платье. У нее потрясающая форма. Видно, что ходит в спортзал. Очень сложно всегда стилизовать черную пайетку, потому что она придает дополнительного объема. Но здесь они посредством этого объема как раз таки решили вопрос ее широких плеч. Да, кстати, серьги Каст Джулери 3750 долларов. Вот я вам их показываю. Где-то они уже были. Браслет того же бренда за 22500 долларов. Ну и остается кольцо. Стоимость кольца 12900 долларов. Это кольцо-трансформер. Вы можете носить его несколькими способами. В кольце черный оникс, черные бриллианты и белые бриллианты. Ну как вам такое изделие ювелирного искусства? Америка Феррера. Американская актриса. И платье Версачи. Ну вот такое платье, может быть, стоило подобрать для Марго Робби. А может быть, она отказалась его надевать, поэтому оно досталось ей. Ну как-то вот тут, знаете, очень плохо сидит на ней, видимо, там нижнее белье или еще что-то, потому что границы сразу же как-то становятся очень очевидными. Под такие платья не нужно надевать нижнее белье. Ну а в любом случае, если бы даже там нет, то это просто несовершенство кроя. И колье по милату. Давайте посмотрим на это колье. Это колье высокого ювелирного искусства. Розовое золото. 1274 бриллианта. Огранки принцессы. Багетной огранки. Классической огранки. Суммарным весом 28 каратов. Что за красные камни? Нет, это не рубины. Это не альмандины. Это рубелиты. Ну и эскиз этого колье, а также составные части. Вы можете видеть вот на этих фотографиях. Клаудия Думит. Австралийская актриса. Ну, конечно, брызги шампанского, мокрое платье, но платье, увы, проигрышное. Потому что оно все так сморщилось. И как-то тело ее стало похоже на печеное яблоко. Иан Бокс. Американский блогер и актер. Удивительно красиво. Как можно прийти в красивом розовом цвете. Мне очень нравятся эти наглодные карманы. И очень нравится его обувь. Флоренс Пьё, но абсолютно, абсолютно необычный. Я думал, например, Валентина. Нет, это Дель Корр. Весна 2024 года. Коллекция Прето Порте. Ну, не знаю, на что это похоже. Можно ли назвать это красивым платьем. Наверное, да. Платье вполне себе и обычное. Но, как вы понимаете, у нее небольшой рост. Платье под нее никто не кастомизировал. Поэтому она надела обувь Розалия за 745 долларов. Покажу вам эту обувь. Посмотрите, какого она размера. Посмотрите, какая у нее платформа. Все для того, чтобы платье смотрелось хорошо. Ну и колье Булгари. Серпентия. Ничего такого исключительного в этом нет. Ева Лангория. Платье Тамара. Ральф. Кастомизированное платье. Мне нравится. Очень красиво. Очень хорошо оформлено зону-декольте. Такой вот лодочкой. Все это они дополнили обувью Стюарт Вайцман за 525 евро. И колье Бушерер. Такое вот колье. Из круглых бриллиантов. И, конечно же, из бриллиантов багетной огранки. Киллиан Мерфи. Костюм Версачи. Вот так вот удивительно. Кстати, они уже заполучили его для следующего кампейна, который выйдет в начале апреля. Ну, собрал все Оскары, какие только можно. Чего ж тут говорить? Ну, да. Хороший костюм. Еще одни брызги шампанского. Грета Гервик. И кастомизированное платье Гуччи. Ну, мне, конечно, кажется, что у нее просто фигура очень сложная. Поэтому так вот всегда мощно выглядят платья. А с учетом того, что хотят все еще и приталить ее, поэтому это сразу же очевидно. Сандра Хюллер. Немецкая актриса и платье Скиапарелли. Очень интересный наряд. Но тут нужно учитывать очень важную вещь. Этот наряд тоже был основан на архивных платьях бренда Скиапарелли. Платье 1947 года было создано для Миллисент Роджерс. Я вам покажу этот наряд. У нее была большая коллекция вещества Скиапарелли. Давайте еще раз сравним. Мне кажется, ничуть не хуже стал образ. А очень даже и хорошо. Очень даже хорошо. Не знаю, как вам, а мне очень нравится это платье. Иногда нужно просто заглянуть в архивы модного дома и увидеть там новые идеи. Хэлли Стэнфелд. Американская актриса, модель и певица. Платье Элли Сапп из кутюрной коллекции 2024 года. Ну, такие вот морские платья, в которых можно играть королеву русалок. Обувь Джимми Чу. Контрастная обувь золотистого оттенка. Ну и покажу вам украшение. Сразу же видно, что это ювелирный дом Шопар. Это кольцо стоит 25 600 долларов. А второе кольцо обойдется чуть меньше 10 500 долларов. Ну и здесь и бриллиантов поменьше. Зиндея. Платье Армани Привы. Еще одно красивое платье на Зиндея. Ну, давайте скажем так. У нее нет провальных образов. Она выглядит идеально. И фигура, и внешность. Ну и, конечно же, подобранные аксессуары. Здесь кольцо Булгари. Покажу вам это кольцо. Скорее всего, на ней и другие украшения этого бренда. Серьги и браслет. Евгения Кузьмина. Русско-американская модель и актриса. И вот такое вот платье. Ну, вообще, я хочу вам сказать, все равно русский вкус чувствуется всегда. Это и открыть декольте, и привлечь внимание к красотам своего тела. Ну, когда есть что показать, можно и показать, кто запрещает. Сразу же становится понятно, на чем делают акцент. На декольте. Потому что его так обрамили тканью. Покажу вам, в чем можно прийти в 92 года на Оскар. Рита Морейна. Вот в чем можно прийти. Она что-то отжигала во время этого мероприятия. Вот как можно красиво одеться. Слышите, нет никаких вопросов. Удивительно, все правильно. Все грамотно продумано. Руки закрыла. И при этом выбрала очень красивое платье. Это платье из коллекции 24 года. Удивительно. Удивительно. Видно же, что она огонек. Юджин Ли Ян. Кинорежиссер, актер и интернет-знаменитость. Платье Волтер Мендес Ателье. Поднадоели такие платья. Вышел Билли Портер однажды. Но все остальное будет сравниваться именно с ним. Да, красный цвет, не черный. Да, другая юбка. Ну зачем это все? Не знаю. Я не вижу уже в этом такого эффекта вау. Да, они, конечно, подогнали под его фигуру. Сделали такой вот утонченный слим силуэт. Но, увы и ах, эффекта вау не случилось. Может быть, у вас есть, у меня точно нет. Куана Чейзинг Хорс. Модель из коренных жителей Аляски. И образ Red Berry Woman. Мне очень нравится то, что она выбирает всегда даже на Мэтт Галла образы, которые связаны как раз-таки с малочисленными народностями. Это очень похвально и это очень красиво и ни на кого не похоже. Даниэль Брукс. И сразу видно, что это платье Дольче Габбана. Кастомизированное платье. Ну, опять-таки, очень тяжело создавать костюмы на пышных дам, потому что нужно думать над этим. Здесь, мне кажется, задача была осуществлена. Да, нет ничего, к чему можно было бы прикопаться вот так вот столь очевидно. Колье, серьги, браслет – это все де Бирс. Вот, прикопаюсь, наверное, вернусь назад. Только лишь к эскизу. Ну, отвратительно. Давайте начнем с вами с колье. Колье из 800 круглых бриллиантов. Каждый бриллиант показать я вам не смогу. Покажу серьги. Серьги стоимостью 82 тысячи фунтов стерлингов. Здесь 20 каратов бриллиантов. Покажу вам также еще и браслет. Этот браслет стоит 72 тысячи 500 фунтов стерлингов. 446 бриллиантов. Ну, и еще один браслет без цены. У этого браслета абсолютно другой дизайн. Ой. Лили Гладстон. Платье Гуччи. И Джо Биг Монтейн. Ну, окей, ладно. Колье Булгарь. Ладно, пойдем дальше, а то все не успеем посмотреть. Обычное платье. Лупита Нионга. Платье Армани Приве. Кастомизированное платье с отделкой страусовым пером. Платье идеально сидит. Очень красивая ткань. Действительно красиво. Действительно все правильно подогнано под ее фигуру. И сразу же видно, что платье создано для нее. Украшение Дебирсе. Посмотрим с вами на серьги. Посмотрим с вами на браслет. Подобный браслет я вам уже показывал. И на два кольца. Одно кольцо стоит 101 тысячу 500 фунтов стерлингов. Ну, а второе кольцо стоит 22 тысячи 500 фунтов стерлингов. Ава Дю Вернея и платье Луи Виттон с такими большими ремнями на плечах. Ну, да, окей. Обычное платье. Идем дальше. Скала. В костюме Дольче Габбана. Ну, провальный образ. Все мятое, некрасивое и жуткое. Ну, давайте не забывать, что все-таки с такой фигурой очень трудно подобрать костюм. Я не знаю, что это такое. Очень странное платье. Молли Симс. Бренд Жорж Чакра. Коллекция 2024 года. Кутюрная коллекция. Ну, не знаю. Так издеваться над женским телом нужно иметь талант. Даже говорить ничего не хочется. Еще одно платье. Бекки Джи. Платье Вера Вонг. Ну, Вера Вонг тут, конечно, переборщила. Я все понимаю, что мы любим очень оголяться. Но, хотя нет, беру свои слова обратно. Вот где переборщили. Довайн Джой Рэндольф. Американская актриса. И платье кастомизированное. Платье Луи Виттон. Внимательно посмотрим на него. В комментариях напишите, как вам такой образ от бренда Луи Виттон. Мишель Ео и кастомизированное платье Боленсиага. Я рад, что Мишель Ео в прошлом году получила свой первый Оскар. Очень красивое платье. Хотя, мне кажется, что здесь стоит обратить внимание еще и на обувь. Это тоже обувь Боленсиага. Стоимостью 745 евро. Знаменитое платье Эмма Стоун. Это платье Луи Виттон. Платье, которое у нее было порвано. Разошлась молния. Вот так это выглядело. Конечно, на бренд Луи Виттон обрушился хейт. Но такое бывает часто. И дело же не только в фурнитуре, в ее качестве. Мы не знаем, как она повернулась или что она сделала. Конечно, это не оправдывает провал бренда. Но в любом случае покажу вам еще и колье. Тоже бренда Луи Виттон. Дженнифер Лоуренс в платье Диор. Выглядит просто как соседка, которая пришла к вам на торжество. Это коллекция 2024 года. Я вспоминаю сразу же платье Дженнифер Лоуренс на Оскаре. Помните платье, которое оценили в 4 миллиона долларов. Вообще-то очень странная схема оценки платьев. Кладывается ли туда стоимость услуг по выноске этого платья. То есть гонорар или нет, очень странное платье. Как, например, платье... Да ладно, вы посмотрите обзор, который называется «Самые дорогие платья на Оскар». Нет, безусловно, они очень долго создавали это платье для нее. Видите, вот вам эскиз и, конечно же, манекен с ее параметрами. Но выглядит очень странно. При всей моей любви к Гороху, к Яйои Кусама, платье, увы, выглядит очень странно. Аня Тейлор Джой, платье Диор, кастомизированное платье. Это платье вдохновлено архивами модного дома Диор, 49-й год. Вы помните эти два платья, Юнона и Венера? Я вам сейчас покажу. Очень похожие лепестки, очень похожие пайетки. Невероятной красоты. Вы посмотрите, сколько времени потребовалось, чтобы все эти перья, то есть все эти накладные детали нашить. А это правда перья. Здесь вы можете увидеть, как пришивается каждая деталь. Слушайте, не знаю ни одного образа за сегодня, который смог бы затмить платье Ани Тейлор Джой. На мой взгляд, это лучшее платье, что я сегодня увидел. Колье Тиффани. Высокое ювелирное искусство. Тут же вы можете увидеть и кольцо Тиффани, а также пару часов за 150 тысяч долларов. На этом платье я закончу свой обзор нарядов Оскар. Обязательно напишите, какое платье вам понравилось. Обязательно напишите, нужно ли делать обзор вечеринки после Оскара. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мои социальные сети и рассказывайте обо мне, ведь я говорю о культуре мод. Ну, раз уж вы досмотрели до этого момента, давайте я покажу вам детали оригинального платья Диор, чья вышивка легла в основу платья Ани Тейлор Джой. Наслаждайтесь. Приятного просмотра. Продолжение следует... Продолжение следует...